Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас торговая сессия среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря индекс активности производственного сектора и сферы услуг еврозоны. Я думаю, что в меньшем формате ключа мы обратим внимание на эту статистику, потому что будут более интересные данные, в частности, индексы активности производственного сектора и сферы услуг по английской экономике. И здесь я за идею того, что британская валюта сейчас, на мой взгляд, недооценена и, соответственно, в ближайшие торговые сессии может легко выйти выше сопротивления 1.30. Важнейший релиз текущей торговой сессии – это решение Банка Канады по ключевой процентной ставке в 13.45 по GMT. Ждем это событие. Ранее я уже прогнозировал то, что канадский регулятор, США, скорее всего, пойдет на дополнительное смягчение национальной монетарной политики, потому что для этого на рынке созданы все необходимые условия. Поэтому теперь осталось только дождаться этого жеста и попробовать еще больше заработать на потенциальном росте пары доллар-канаде, за которой мы, собственно, наблюдаем. Также в 13.45 по GMT сегодня выйдут данные по активности деловой в сфере услуга США. Еще один важный отчет по состоянию американской экономики. И в ближайшие недели мы будем, соответственно, внимательнее относиться к релизам из США, потому что это как раз та самая статистика, которая будет готовить нас к решению Федрезерва по ключевой процентной ставке. И ранее я уже отмечал, что, может быть, я являюсь одним из немногих, кто все еще допускает то, что американский регулятор пойдет на смягчение национальной монетарной политики не только в сентябре, но и может предпринять подобные действия, пересмотреть монетарную политику и снизить ключевую процентную ставку уже в ходе июльского заседания. И предлагаю сегодня также обратить внимание еще на динамику по продаже новых домов в 14.00 по GMT в США. Эта статистика тоже важна, потому что некоторое время назад мы решили сделать такой вывод, что данный сектор американской экономики является еще одной лакмусовой бумагой, которая отражает подготовку застройщиков и домокозяйств к потенциальному смягчению американской монетарной политики. Индекс доллара, текущие котировки 104.15. В целом по доллару за последние торговые сессии ничего сильно не изменилось. Фундаментальный фонд лично меня уже ранее убедил в том, что в приоритете должны оставаться в короткие позиции, но понимая то, что рынку сейчас нужны дополнительные более значимые фундаментальные драйверы. В частности, в эту пятницу выйдут данные по индексу расходов наличных потреблений. Это индекс PC, который многие интерпретируют как наиболее предпочтительный индикатор для Федрезерва в оценке текущей ситуации с инфляцией. Ну и после этого индекса будем готовиться уже к заседанию Федрезерва, который состоится в конце этого месяца. Кстати, по индексу PC мы ожидаем снижение показателя в прошлом месяце с 2,6 до 2,4%. Если ожидания оправдаются, это будет еще одним подтверждением того, что дезинфляционный тренд в американской экономике сохраняется. Поэтому правы те, кто считает то, что Федрезерва может удивить общественности, рынки и пойти на более раннее снижение ключевой процентов ставки, чем прогнозировалось до этого. Я за идею, друзья, дальнейшего снижения курса американского доллара. Соответственно, если посмотреть на то, что происходит с золотом, то здесь уже обратное ожидание. 2,415 долларов за тройскую унцию мы все же отбились от уровня поддержки 2,400 и, по моему субъективному мнению, все еще сохраняем потенциал для движения выше отметки 2,500. Это теперь уже долгосрочная цель, но судя по волатильности этого инструмента за последние недели, мы вполне можем достигнуть данного целевого ориентира. Что касается прочих финансовых активов, в частности, дуэт финансовых инструментов, доллар и иена. Текущие котировки 150, 4,70. Я с большим удовольствием всех, друзья, вас поздравляю с тем, что мы добрались до уровня поддержки 155 иен за доллар, потому что ранее правильно спрогнозировали эффект, который может иметь принципиальное значение для динамики валютной пары с учетом тех валютных интервенций, которые уже были проведены, и с учетом явных спекуляций, которые сейчас присутствуют на рынке относительно того, что Банк Японии может расщедриться и, например, уже в рамках июльского заседания анонсировать небольшое повышение ключевой процентной ставки на 0,1%. Причем вероятность этого возросла на фоне последних данных по индексу потребительских цен, который, если анализировать базовые значения, подрос с 2,5% до 2,6%. Если Банк Японии анонсирует это решение, снижение, точнее повышение процентной ставки и сократит программу количественного смягчения, то будем уже перезаходить повторно в короткие позиции и ориентироваться на то, что пара доллар-иена свалится уже к следующей психологической планке 150 иен за доллар. Но это пока что в формате лишь порассуждать и подумать, стоит ли перезаходить. Эфириум, друзья, 3338 долларов за одну криптомонету. Как вы знаете, все-таки американская комиссия дала зеленый свет новым контрактам, биржевым контрактам на биржах и в первый день торгов объем инвестиций не превысил 100 миллионов долларов. Это много или мало, пока судить рано. Но в целом даже изначально мало кто прогнозировал, что будет какой-то ажиотаж. И если проводить аналогию с тем, что было на рынке капиталит по биткоину, когда запускались ETF на основе биткоина, была похожая ситуация. Поэтому сейчас не нужно искать каких-то негативных моментов и считать то, что ETF на основе эфириума не взлетели. Нужно подождать еще какое-то время, посмотреть, как будут вести себя инвестициональные инвесторы позже. Я в целом энтузиаст, считаю то, что какой-то процент интереса все-таки будет проявлен к этим активам. И, на мой взгляд, до конца этого года такие фонды смогут собрать больше 10 миллиардов долларов. Другие факторы поддержки для рынка криптовалют политически связаны с потенциальной победой Дональда Трампа. Это то, что изначально уже улучшает общую картину, поскольку все прекрасно знают то, что Трамп вроде как лояльен к криптовалютным светом. Вот будет выступать на конференции в Нешвилле, есть вероятность того, что он допустит, что через какое-то время, когда биткоин перестанет быть настолько волатильным, его можно будет рассмотреть в качестве альтернативной резервной валюты. Поэтому в целом, если добавить еще и монетарные факторы, что доллар будет снижаться и, соответственно, поддерживать инструменты альтернативный доллару, в том числе и рынок криптовалют, то я считаю, что у эфириума есть шанс в ближайшей торговой сессии рвануть выше 4 тысяч. Доллар канадец 1,3790, ждем выше отметки 1,38. Я думаю, что из-за обвала рынка нефти и ожидания того, что банк Канады пойдет на смягчение экономической политики на фоне, скажем так, снижения инфляции с 2,9% до 2,7%, на фоне роста уровня безработицы 6,2% до 6,4%, понятно, что нужно сейчас поддерживать экономику, стимулировать ее через более лояльные, скажем так, условия криптования. Потому что сейчас стоимость обслуживания долга максимальная за последние 30 лет. Это давит на активность домохозяйств, поэтому темпы роста канадской экономики оставляют желать лучшего в районе 1%. Я сегодня за снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов и, соответственно, поддерживаю, либо даже транслирую идею того, что пара доллар-канадец может легко превысить отметку 1.3850. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!